Здравствуйте, коллеги! С вами Исааков Роман, компания Драмаркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео. Неделя выдалась очень интересной, особенно начало недели, и победа Байдена, и заявление Pfizer об успешном испытании вакцины. Все это мы обсудим в сегодняшнем выпуске. Ну а прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк, если вам нравится это видео, и не забывайте оставлять также ваши комментарии. Начнем мы с ключевых событий, которые произошли на рынке. В принципе, мы предполагали в понедельник открытие в позитивной зоне, но мы с вами встречались с утра в понедельник, а уже когда начала торговаться Америка, в принципе, данное настроение подтвердилось, и индекс S&P 500, индекс Dow Jones 30 обновили вновь свои исторические максимумы. Повлияло на это несколько факторов, мы это более подробно обсуждали на подкасте «Два трейдера», который также вы можете послушать по ссылке в описании к этому видео. Ключевыми драйверами стали, во-первых, победа Байдена, то есть ушла одна неопределенность и заявление Капфани-Файзер о успешном испытании вакцины. Собственно, рынки продолжили рост, ну и я думаю, что инвесторы, кто держит в своем портфеле американские акции, порадовались. Ну, по крайней мере, порадовался я, потому что некоторые акции, которые лежали в боковике последние полгода, наконец-то начали двигаться в том направлении, которое мне было нужно. И, собственно, пока эта эйфория сейчас несколько подупала, но, тем не менее, пока общая динамика, восходящая у нас на рынке, сохраняется. Перейдем теперь к событиям, которые были уже чуть позже. Это заявление, была презентация уже третья в этом году, презентация компании Apple. Компания Apple презентовала свои лаптопы, Mac Mini. Собственно, здесь, наверное, ключевым моментом является то, что компания переходит на собственные разработки чипов, отходя от сотрудничества с компанией Intel. Ну, кстати, забегая вперед, скажу, что у меня обе компании находятся в портфеле, и, в принципе, Intel я тоже докупал на этой неделе, так как она находится на минимальных значениях. Ну, а Apple я покупал сразу же после сплита, поэтому пока это самая убыточная позиция, которая у меня есть в инвестиционном портфеле. Тем не менее, пока рынок не... Ну, вчера сильной реакции на рынки мы не увидели. В принципе, мы видели планомерное движение. То есть, пока все-таки по Apple мы видим коррекцию с локальных максимумов, которые были как раз сформированы после сплита, да, как раз в этот момент. И, собственно, пока Apple торгуется в таком боковике. То есть, до минимума доходили в области 105. Сейчас немножко отросли, но, собственно, цель движения там на 135 обновлений локальных максимумов. Посмотрим, как рынок откроется сегодня, как инвесторы воспримут вчерашнюю презентацию от Apple. Но, собственно, как заявляет сама компания, для них это шаг вперед. То есть, они планировали переход на собственное производство уже 15 лет. И, собственно, планируют полностью перейти на собственные чипы, отказавшись от Intel в течение двух лет. Это тоже интересно. Также важно... Давайте посмотрим на котировки Pfizer, потому что мы их не могли посмотреть в понедельник. И тоже считаю это интересно в разрезе того, как отдельные акции могут реагировать. Ну, собственно, здесь мы с вами видим то, что закрылись мы в пятницу в области 35. Я еще хотел добавлять Pfizer в свой портфель, но тогда уже цена была высоковата. Вот где-то по 34.70 я бы купил. Потому что, конечно, было дороговато. И выбрал другие компании. Собственно, открылись мы с неплохим гэпом. Там порядка 8%. До максимума доходили порядка 13% рост за день составлял. Потом скорректировать. Ну, собственно, эта коррекция продолжилась также и вчера. Да, собственно, здесь важно понимать, что Pfizer и совместно с партнерством немецкой компании, они испытали уже третий... Успешно заявили об успешном испытании третьей фазы испытаний, да, вакцины, что 90% результатов позитивные. И, собственно, теперь задача в том, чтобы зарегистрировать в FDA данную вакцину, пустить ее уже в производстве, что называется. Поэтому первые вакцины, да, уже могут быть распространены среди медицинского персонала уже к концу года. Конечно, рынки на это реагируют позитивно, потому что производство, там, добыча, нефть, все это лежало и фактически ждало позитивных новостей и отросло, как только данные новости мы получили. Еще одну статистику, которую я вам хотел показать, которую мы обсуждали вчера в подкасте, но, к сожалению, там нет возможности показывать визуально. И, тем не менее, вот сейчас я тоже вам покажу статистику, которая представлена на сайте LKL Research. То есть мы с вами уже много достаточно говорили о том, как могут рынки себя вести, если победит один, если победит другой, если будет сплит в Конгрессе. Ну, вот, собственно, сейчас мы уже понимаем, как это будет. И теперь такие некоторые ожидания, да, то есть что мы можем ожидать в ближайшие 4 года от рынков. Ну, на примере S&P 500. Соответственно, здесь мы с вами видим, что при демократии, президенте и сплите в Конгрессе, то в среднем годовой прирост в рынке составляет 15,9% по индексу S&P 500. Это данность 50-х годов. Конечно, самый идеальный вариант, когда президент-республиканец в Конгрессе сплит, тогда рынки растут на 18%. Но у нас уже вот эта история, то есть мы, опять же, в среднем можем ожидать годовой прирост вот в таком выражении. Но не все так может быть сразу, потому что при выборе нового президента, да, то есть сейчас Трамп не перезбрался на второй срок, пришел новый президент. Соответственно, здесь индекс S&P 500 реагирует следующим образом. То есть рост, как правило, начинается, ну, опять же, по статистике на третий, на четвертый год. То есть мы можем ожидать, что при новом президенте, соответственно, в ближайший год мы вырастим на 4,8%, затем на 2,4%, затем на 20%, затем на 11,7%. Здесь тоже очень интересно, потому что при перевызбранном президенте уже четвертый год он статистически с 50-х годов заканчивается негативно, да, то есть тоже очень интересный момент. Ну, затем уже приходит новый президент, потому что там всего лишь два срока возможно быть президентом, и, собственно, потом уже рынки, опять же, начинают отрастать. То есть, опять же, да, важно понимать, что первый год, то есть 2021 год, может быть не самым позитивным для рынков, тем более нужно восстановиться от коронавируса, и это может занять некоторое время. Соответственно, коррекцию мы вполне можем увидеть, особенно на фоне того, что мы сейчас находимся на локальных максимах. Но теперь давайте пробежимся по ключевым инструментам, разберем валюты и посмотрим, что сейчас на рынке, соответственно, происходит, и что мы можем ожидать в ближайшее время. Начнем мы, как всегда, с пары евро-доллар. По евро-доллару здесь мы видим продолжение восходящей формации. Да, мы доросли до локальных максимумов, то есть переписали максимум октября и ушли в небольшую коррекцию. То есть я для себя планирую, опять же, покупать при завершении коррекции. Если мы опять упадем в область 1,16, то оттуда я, конечно, зайду, если будут точки для входа чуть выше, потому что пока тренд все-таки сохраняется на ослабление американского доллара, ну и, соответственно, все остальные валютные пары растут на этом фоне. Пара британский фунт, американский доллар здесь продолжает расти, в отличие от евро. Уже обновили максимум за последний месяц и планомерно подбираемся к максимуму, который мы видели в конце августа, в начале сентября. Это область 1,3480. Туда британская валюта идет. То есть, в принципе, все идет в рамках того сценария, который мы отмечали. Тенденция восходящая сохраняется. Опять же, задача покупать на коррекции, потому что сейчас цена, конечно, высоковата и заходить сейчас в покупки не совсем разумно. Но нужно, тем более, искать продажи, потому что рынок растет и шортисты, конечно, пострадали за последнюю неделю. То есть, те, кто активно шортил фондовый рынок. По паре американский доллар, канадский доллар. Здесь мы тоже упали до целевых уровней. То есть, там, где и могла быть как раз остановка. То есть, целевое значение по данному снижению начинает немного восстанавливаться. Здесь может появиться сигнал контртрендовый на то, что может начаться коррекция. Но я его для себя пропущу. Я все-таки буду ждать завершения той коррекции, которая здесь может быть. И буду заходить вновь по тренду, пока текущая динамика на рынке сохраняется. Ну, а вот пара доллар-иена пока выглядит наиболее интересно с точки зрения захода по тренду. У нас ярко выраженный нисходящий тренд. Мы обновили локальный минимум. То есть, в принципе, все формации у нас сохраняются. Поэтому с точки зрения часового таймфрейма здесь я буду следить за тем, сможет ли цена сегодня обновить локальный минимум. То есть, можем ли мы уйти ниже минимальных значений 10 ноября. И тогда буду искать уже возможности заходить по тренду на понижение с целью снижения как раз в область минимальных значений, которую мы увидели 6 и 9 ноября на открытие рынка. То есть, вот пока с точки зрения трендовой торговли данный инструмент выглядит наиболее интересно. Потому что все остальное, как и австралиец, новозеландец, так все это очень сильно выросло на текущий момент. Опять же, заходить по самой максимальной цене не самое комфортное. Поэтому по австралийцу также мы видим продолжение восходящей формации. Пока коррекция здесь не началась, то есть, мы этого не видим на часовом таймфрейме. Постепенно, да, то есть, подумерился пыл за последний день. То есть, вчера была очень вялая торговля. Но, тем не менее, пока общий настрой сохраняется восходящий. И, соответственно, завершение коррекции я буду для себя рассматривать для входа на продолжение роста. По новозеландец, здесь рост сохраняется более активно. То есть, тут мы уже обновили локальный максимум за последние несколько лет. Поэтому сейчас будем здесь также ожидать коррекции и заходить на коррекции на продолжение данного роста. Ну вот еще один инструмент, который неплохо скорректировался, которому стоит присмотреться. Это золото. Золото, опять же, на фоне новых покупок на фондовом рынке очень сильно упало, дойдя до минимальных значений, которые мы видели в сентябре. Поэтому неплохие уровни для того, чтобы как раз начинать добавлять золото в свой портфель. Но я не буду этого делать до тех пор, пока у меня не появится сигнала на часовом таймфрейме, на продолжение как раз восходящей формации. Я буду здесь ждать закрепления выше максимума в вчерашней торговой сессии. То есть, выше уровня 1890 долларов за тройскую унцию. Затем уже с коррекцией буду золото подбирать. И, конечно, индекс DAX также подходит к локальным максимумам за последние несколько месяцев. Быстро очень откупили ту коррекцию, которая была по DAX. Собственно, движение восходящее у нас здесь тоже продолжается. Опять же, покупать уже, наверное, не стоит. В данном случае я буду ждать, опять же, коррекции. Когда коррекция завершится, буду заходить. S&P после обновления локальных максимумов. То есть, мы здесь видим, что с точки зрения дневного таймфрейма у нас образовалась такая свеча, которая, с одной стороны, показывала нам эйфорию. То есть, когда рынок рос, когда мы первую половину торговли видели активное движение. Затем, когда уже открылась Америка, конечно, был определенный позитив, но рынок стали быстро распродавать. И, собственно, потом мы увидели уже обратное нисходящее движение. Собственно, пока вот мы в таком, такая промежуточная остановка, скажем так. Если S&P 500 закрепится ниже отметки 3 500, то вполне вероятно, что на 3 400 еще можем сходить. И вот оттуда тоже буду к S&P 500 присматривать. Ну и, собственно, там же уже на коррекциях также и могут скорректироваться акции, которые вы планируете там добавлять в свой портфель. Поэтому тоже здесь, думаю, что стоит пока подождать. Ну и, конечно, нефть тоже реагирует позитивно на данные по вакцине. Потому что, собственно, для того, чтобы цены на нефть продолжили расти, нужно увеличить спрос. Спрос сейчас находится все еще на минимальных значениях. Он постепенно прирастал, но, тем не менее, пока на полную мощность он не вышел. И любые новости, которые связаны с вакцинами, с тем, что не будет там вторых локдаунов, они, конечно, отыгрываются позитивно. То есть, ну вот сейчас очередь как раз за Байденом. Он говорил за то, что он может делать как раз дополнительные локдауны, если это потребуется. Но, возможно, как раз новость о вакцине подумерит его несколько пыл и все-таки локдаунов, во-вторых, мы в США не увидим. Хотя темпы распространения коронавируса, они, конечно, растут и увеличиваются. Как я уже сказал в начале, очень интересно начало недели. Очень будет интересно, как мы закроемся. Поэтому мы с вами обязательно встретимся в пятницу. Посмотрим, как мы торговались в последние несколько торговых сессий. И, соответственно, обсудим, что мы можем ожидать также на следующей неделе. Ну и, как всегда, обсудим последние новости. Не забудьте поставить лайк, оставляйте вопросы в комментариях, подписывайтесь на канал. Увидимся с вами в понедельник и увидимся с вами в пятницу. Прошу прощения. И посмотрим, что актуально будет на этот день. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok